Перед тем как начнем данный ролик, подпишитесь на паблик чат в телеграме по Final Cut, ссылка есть в описании. Сегодня мы с вами поговорим, как перенести проект из Final Cut в программу DaVinci Resolve. Давайте начинать, погнали! Итак, посмотрим мы это на примере простого проекта, который я просто накидал. Что умеет переносить DaVinci Resolve, я думаю, что вы сможете найти в интернете. Но что могу сказать точно, он переносит титры, при этом вы можете их редактировать, он переносит ускорение всяких разных файлов, ну и также он переносит звук в каком-то смысле. Как нужно переносить правильно файлы? Естественно, вы можете сказать, что ну типа, а что в этом сложного, нажимаете на иконку поделиться, сохраняете и кидаете в DaVinci Resolve. Нет, это можно сделать все проще для того, чтобы не перерендеривать несколько раз файлы. Поскольку, если вы сейчас сохраните, они уже как-то деформируются после DaVinci, это может случиться еще раз. Для того, чтобы работать с оригинальными файлами, достаточно сделать следующее. Переходим во вкладку File и далее нажимаем на вот эту вот кнопочку Export XML. Теперь мы создаем проект, называем его, например, DaVinci и нажимаем Save. После этого, ну у меня он был создан, поэтому я его просто делаю Replace. После этого мы запускаем программу DaVinci Resolve. Это будет очень простой урок, поскольку я не продюсер DaVinci Resolve, я не умею им пользоваться, скажу откровенно. Поэтому, если будут какие-то еще вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях под этим видео, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Итак, мы видим здесь Untitled Project, я думаю, что с него можно и начать. Нажимаем по нему два раза и открывается программа. Что нужно сделать теперь? У меня уже открылась вкладочка Edit, но мы переходим вот в эту первую вкладку. И что нужно сделать? Если в моем случае мы видим уже три пути, где у нас ищутся файлы, то как рекомендую сделать я? У меня все проекты обычно хранятся в отдельных папках. То есть идет папка с названием проекта, но и здесь идут тоже файлы. Поэтому все храните в одном месте. У меня же файлы, которые используются в проекте, находятся в некоторых местах. Поэтому вот в этой области нужно класнуть правой клавишей и нажать Add New Location. После этого у нас открывается Finder, и вы просто выбираете папку, где у вас находятся файлы. После этого все будет работать нормально. Переходим во вкладку Edit, нажимаем File и Import, вот это вот, либо же Shift-Command-I, по-моему. Давайте проверим, или это работает. Shift-Command-I. Да, работает. Выбираем вкладочку Desktop и выбираем вот этот наш XML-файл, после чего нажимаем на клавишу Open. Здесь у нас открываются все данные, например, какую тайм-линию мы хотим импортировать. Если у нас несколько проектов, то мы можем выбрать, какой именно. Ну и далее здесь у нас выбираем расширение и так далее, какая программа. В общем, здесь все обычно распознается правильно. И нажимаем на клавишу OK. После этого мы видим, что весь наш проект перенесся непосредственно к нам вот сюда в так называемый, как он называется, на нашу тайм-линию. Вот, немножко забыл. Здесь у нас есть и звук. Здесь у нас все, собственно, перенеслось. Поэтому все мы можем выводить уже дальше. Ну, как минимум, хочу вам показать, что текст мы можем редактировать. То есть, это происходит следующим образом. Вот у нас есть title, наш текст. Мы просто по нему два раза нажимаем. И здесь без проблем мы можем дописать ему какие-то буквы и так далее. Даже, если честно, я не знаю, где цвет меняется. Поэтому, ну, вот как-то так. Давненько я не пользовался DaVinci. С последнего раза он уже обновился. Но также мы можем вернуться в Final Cut и увидеть, что здесь у меня скорость 328 на следующем клипе. И здесь мы видим вот такой вот рычажочек. Если мы класснем правой клавишей и найдем здесь что-то связанное со скоростью, например, вот Retime Controls, то мы увидим, что скорость также 328. То есть, все это дело применилось. Если перейти во вкладку Color, то здесь мы сможем уже покрасить непосредственно наши все фрагменты. То есть, например, вот эту тему мы можем как-то покрасить. Ну, давайте что-нибудь сделаем такое вот прям первоначальное. Для того, чтобы, ну, хоть как-то понимать, что мы что-то изменили вообще. Ну, вот пусть будет это что-то такое. Да, это супер неправильно, но как-то так. Теперь переходим во вкладку Delivery. Или как она уже сейчас в новом называется, я не знаю. Ну, и здесь мы можем выбрать, как мы все это хотим экспортировать. В нашем случае здесь, если стоит вкладочка Custom, да, то мы с вами сразу можем видеть, что все это дело выводится в наших нужных параметрах. Мы просто нажимаем End to Render Queue. Выбираем, собственно, куда мы хотим это сохранить. Ну, в моем случае давайте на Desktop. Жмякаем ОК. И нажимаем Start Render. И это видео начинает у нас выводиться. Но также вы можете все это дело вернуть, например, обратно в Final Cut. То есть есть у нас, можно выбрать Final Cut Pro 10. И он будет рендерить в том кодеке, который нам дает Final Cut. Ну, в нашем случае во вкладке Custom, по сути, стояли те же настройки, что и в Final Cut. Все довольно-таки удобно здесь сделано. Но мы также можем вывести это в XML. То есть, например, мы кинули это все дело вот сюда на тайм-линию. Да, мы что-то где-то с чем-то поработали. И, понятное дело, что цвет не сохранится. Ну, вот я не знаю, допустим, мы текст убрали. Да, мы можем вернуть это обратно в Final Cut. Мы нажимаем File, Export, XML. После этого мы сразу видим, что у нас здесь есть выбор, в каком формате мы хотим это выводить. Ну, вот давайте так и оставим. И нажмем Desktop и нажмем Save. После этого у нас все сохранилось. Мы переходим в наш Cut. Здесь идем в File, Import и XML выбираем. После чего на Desktop выбираем этот файл, нажимаем Import. Происходит импорт у нас. И создается отдельный проект, где у нас уже есть наши с вами все манипуляции с файлами. Понятно, что цветокоррекция не перенеслась, но, как мы видим, титра нету, а все остальное есть. Это очень прикольно. Поэтому вот таким образом можно перекидывать проекты с Final Cut в DaVinci, из DaVinci в Final Cut. Если у вас остались вопросы, обязательно задайте их в комментариях. С удовольствием отвечу. Ну, а также предлагайте темы для следующих уроков. С вами был Данила Куреша и канал TechUnion. Пока-пока.